Ты заходишь в офис, а там единороги бегают. Она говорит, но ведь ты приезжала там в 10 часов вечера после курсов, репетиторов, ложилась на пару часов спать и ночью вставала, чтобы делать уроки. Как будто хочется немножко сказать, что жизнь тоже важна. Я очень рада, что не во всём и не всегда слушала родителей и учителей. Всем привет, ребята! Это подкаст по сменке. Наш новый сезон про ЕГЭ, про жизнь, про жизнь после ЕГЭ. И сегодня у нас очень классный гость Диана Лопатникова. Она расскажет нам, существует ли жизнь после школы и высшего образования. Можешь, пожалуйста, немножко представиться и рассказать себя. Привет! Меня зовут Диана. Я очень рада быть тут. Специально приехала из Москвы в Питер, чтобы записаться очно. Мне очень непривычно сидеть на месте гостя, поэтому если в какой-то момент я начну задавать вопросы, пни меня под столом, я могу забыть и запутаться. Я маркетолог, работаю в Яндексе, в Финтехе. Это такой маленький стартап внутри большой корпорации. И мы делаем новый банк. До этого я несколько лет занималась маркетингом, всего шесть. Работала в разных компаниях, в делемобиле, в сплате. Занималась брендинговыми стратегиями, перформансом. На самом деле, чем только не занималась, потому что горизонтальные переходы стали для меня способом не потерять интерес к моей профессии. Кроме того, я записываю подкаст. Он называется «Разве это карьера?» И туда я приглашаю разных интересных мне коллег, бывших коллег, просто знакомых. И спрашиваю у них, как вообще выглядит жизнь после корпората. Так что мы в какой-то степени с тобой коллеги. А еще я веду телеграм-канал с недавних пор. И рассказываю там про свою карьеру, про попытки в work-life balance. Потому что life я очень люблю, а work очень много. И для того, чтобы успевать путешествовать, воспитывать двух котов и в целом как-то нормально функционировать, приходится излечряться. Пожалуй, это все. А сразу интересно про work-life balance. Скажи, пожалуйста, когда ты работаешь в Яндексе, у вас очень много созвонов. Да, да. Я пришла в Яндекс где-то полгода назад. И до этого... Ну, знаешь, у тебя в календаре стоит там пара созвонов в день. Ты относишься к ним как к чему-то такому. Не очень большая часть твоей работы. А тут я пришла в Яндекс, и уже в первую неделю весь мой календарь просто заполонился так, что мне пришлось впервые в жизни бронировать себе время на обед. Так что да, очень много созвонов. Это какая-то, не знаю, часть культуры, наверное. Это проклятие, считаю. Давай немножко вернемся к теме ЕГЭ. Расскажи, пожалуйста, как ты сдавала ЕГЭ? Как вообще пришел твой выпускной год? Куда ты поступала? Отличный вопрос, на самом деле. Я недавно разговаривала об этом с мамой и вспоминала это прекрасное время, мой выпускной год. Говорила, блин, как было классно, как было легко. Сейчас вообще не так. И мама очень удивилась. Она мне напомнила, как на самом деле выглядел мой выпускной год. Она говорит, но ведь ты приезжала там в 10 часов вечера после курсов, репетиторов, ложилась на пару часов спать и ночью вставала, чтобы делать уроки. Это правда было легко. Я начала вспоминать, и да, это действительно было очень тяжело. Это был выпускной год, когда я готовилась к ЕГЭ, пыталась ходить ко всем репетиторам, которые считались необходимыми. Я жила в областном городе, мне приходилось ездить в Москву по полтора часа туда и полтора часа обратно. В общем-то, да, подготовка к ЕГЭ занимала очень много времени. Параллельно с этим очень хотелось как-то пожить, там, ходить гулять с друзьями, ходить на какие-то занятия. Это было тяжело, но спустя время ты вообще не помнишь про это. Сейчас, вспоминая свой выпускной год, я скорее вспоминаю, как приходила на какую-нибудь алгебру или любой другой предмет, который сочла для себя неприоритетным, садилась на последнюю парту, открывала книжку и читала там «Войну и мир» или «Тихий дон», потому что я готовилась к ЕГЭ по литературе, и мне нужно было за год перечитать всю школьную программу. Это было классно. Тяжело, но очень классно. Тяжело спустя время забывается. А ты вообще переживала по поводу ЕГЭ? Ну, слушай, судя по количеству репетиторов и вставанию ночью, чтобы сделать домашку? Ну, определённо. Мне кажется, вокруг ЕГЭ сейчас, я думаю, что с каждым годом это усиливается, витает такая аура мероприятия, которая определяет твою дальнейшую жизнь. Если ты провалишь ЕГЭ, то ты пойдёшь не в тот вуз, который хочешь, или вообще не попадёшь в вуз. Короче, конечно, это очень морально давит. И, ну, да, я переживала. Я переживала ровно до того момента, пока не выиграла Олимпиаду МГУшную, и поняла, что априори, чем бы я ни занималась, я туда поступлю. Я училась на журфаке МГУ, и это была моя самая важная, самая большая мечта, наверное. Поэтому я очень хотела именно туда. Никуда даже документы не подавала. Поэтому было важно хорошо сдать ЕГЭ. А когда ты выигрываешь Олимпиаду, тебе же всё равно нужно его как-то сдать, чтобы подтвердить эту Олимпиаду? Да, тебе нужно набрать минимум 75 баллов по литературе, и в целом ты проходишь. Прикольно. Ну, 75 было для меня таким, знаешь, после тестовых на 99, из-за которых ты очень сильно переживаешь. 75 кажется не очень высокой планкой. Ну да, это правда. А как вообще прошёл твой экзем? Ты имеешь в виду ЕГЭ? А в МГУ ещё есть вступительные? Да, да, у нас были дополнительные вступительные испытания, но я как раз на них не пошла, потому что всё зачлось автоматически. ЕГЭ, слушай, как обычно, наверное, я встала. Мы вместе гурьбой пошли в соседнюю школу, писали там ЕГЭ. Я, честно говоря, даже уже не очень помню. Помню, что быстро написала, и хотелось как можно скорее уйти от меня. И забыть. И забыть, честно говоря, да. Готовиться к ЕГЭ к ЕГЭ можно в поддерживающей позитивной атмосфере, например, в Вебиуме. Подготовку можно начать в любой момент, ведь мы каждый месяц запускаем новый поток подготовки к ЕГЭ. На курсах преподаватели разбирают тему ЕГЭ и дают советы, как справиться с тревогой и стрессом перед экзаменами. Ссылка есть в описании подкаста, а также использую промокод PODCAST для приятной скидочки. Вот ты сказала, что была прям большая мечта поступить на журфак МГУ. Скажи, пожалуйста, она оправдалась? Ну, в смысле... Да, определённо. Сейчас я вспоминаю свой бакалавриат. Для контекста я окончила бакалавриат в магистратуру, сейчас мне 25, 24. И я вспоминаю бакалавриат с очень тёплым ощущением того, что, да, мечта сбылась, да, надежды оправдались. И я очень рада, что не во всём и не всегда слушала родителей и учителей, потому что, ну, конечно, журфак — это не то, чтобы стабильный какой-то оплот, такой, как, например, экономфак или юрфак, или там какая-то понятная профессия. Но, да, я рада, что он был в моей жизни. Но при этом ты не работаешь журналистом. О, да, это правда. Образование для меня стало таким очень классным местом, где я расширяла свои горизонты, ознакомилась с интересными людьми, но работать журналистом — нет, я, пожалуй, никогда не хотела. То есть ты изначально шла на журфак, не хотела работать журналистом? Я хотела быть писателем с детства. Мне очень нравились тексты, я обожала книги, и мне очень хотелось когда-нибудь написать свою книгу. Я, честно говоря, не знала других факультетов, где можно было бы... Где учат писать книги. Да, где можно было бы научиться писать и потом стать писателем. А про Лид-институт Горького мне тогда никто не говорил. Вот, но... Да, я пошла, чтобы когда-нибудь стать писателем, не работая журналистом. И в целом, наверное, сейчас двигаюсь к этому плану, но есть небольшая корректива. Я поняла, что, чтобы написать книгу, надо, наверное, прожить перед этим интересную и хорошую жизнь. Вот именно этим я и занимаюсь. Живу интересную жизнь, чтобы потом это написать. А как тогда получилось, что тебя занесло в маркетинг? Это хороший вопрос. Оно на самом деле получилось не то, чтобы очень запланированно. На первом курсе нас учили писать журналистские тексты. И тогда я еще не знала, хочу ли я быть журналистом. Нас научили писать новости. Новости — это основа журналистики. И все они пишутся по шаблону. То есть ты садишься, у тебя есть там понятный фреймворк. И ты пишешь новость по принципу перевернутой пирамиды. Я посмотрела на эти тексты, которые, знаешь, выглядели как штампованные какие-то предметы. И поняла, что такие тексты мне не нравятся. И я не хочу быть человеком, который делает, как на заводе, одинаковые детальки. Поэтому я начала смотреть вокруг. Думала, где еще можно было бы поработать рядом с текстами. Одной из гипотез был копирайтинг, пиар. В целом, когда я училась в университете, это была такая популярная тема. Ты вроде как пишешь тексты, но при этом пишешь тебе, платят тебе в два раза больше, чем за тексты журналистские. Ну, звучит заманчиво. Поэтому я начала в университете уже с первого курса брать какие-то подработки в рекламных агентствах. Писала пиарные статьи, копирайтинговые разные тексты, задания. Но моя первая работа не была связана полноценно с маркетингом. Я после первого курса пришла баристой в Старбакс. Мне очень нравился кофе. Я решила, что хочу научиться его делать. Это была первая запись трудовой книжки. И спустя три месяца, когда я уже немножко научилась делать кофе, стали появляться какие-то там идеи, знаешь, стать старшим смены или управляющим. Я пришла к своему руководителю и говорю, слушай, хочу расти, хочу амбицией. Он говорит, ты пришла три месяца назад, подожди чуть-чуть. И я поняла, что мне как-то неинтересно ждать просто времени, неинтересно сидеть ради того, чтобы переждать что-то. Поэтому я решила пойти туда, где вот таким вот выскочком, как я, рады, где можно вырасти вне зависимости от того, сколько тебе лет, сколько ты в компании. И маркетинг, пожалуй, сейчас это одна из таких сфер, особенно маркетинг в IT. Там, если ты умеешь и хочешь работать, в целом, неважно, сколько тебе лет. Это правда, у нас есть очень клёвый специалист, я его обожаю. Он зовёт себя Каша, потому что он Саша Кирюхин. Вот, ему получается 19 или даже 18, и он уже у нас прям очень крутой. Да, в маркетинге, если ты крутой, если ты хочешь расти, ты будешь... Круто. А вот какая была твоя первая маркетинговая работа? Как ты её нашла? О, это был коронавирус. В целом, я считаю, что моё студенчество, наверное, закончилось с началом ковида в 2019 году. Я была на третьем курсе, мы все перестали ходить в университет. И мне чем-то надо было прям каждый день заниматься, потому что до этого ты в университете, у тебя постоянно пары, у тебя постоянно какой-то движ, встреча с людьми. А тут ты сидишь дома и абсолютно не знаешь, что бы поделать. Ну, пойти на пары по Zoom — сомнительное удовольствие. Поэтому я задумалась в первый раз прямо о такой полноценной фулл-тайм работе, серьёзной, которой буду уделять внимание и ресурсы. Начала на HeadHunter искать, что вообще есть на рынке. Вот кем я могла бы быть. Я смотрела вакансии пиарщика, какого-нибудь маркетолога, просто рассылала резюме пачками. Но это сложно было назвать резюме, я просто... Привет, я хочу у вас работать. Привет, я очень хочу у вас работать. Скорее, какое-то мотивационное такое письмо. Люблю вашу компанию, люблю ваше агентство. Я наткнулась на команду, на компанию, на вакансию СММ-специалиста в маленьком агентстве на Урале, в Челябинске. И там, как сейчас помню, платили 30 тысяч рублей в месяц. Для меня это были довольно большие деньги на третьем курсе. И я решила, что буду СММщиком. Отправила туда своё резюме. Мне провели несколько этапов собеседования. И я тогда занималась своим первым подкастом. И у меня, я помню, на собеседовании прям спросили, а ты готова деприоритизировать всё, о чём ты занимаешься сейчас ради этой работы? И я с горящими глазами сидела и говорила, да, конечно. Вот. Ну, я ушла через год из этого агентства. Но, да, такая была у меня первая работа. Это был хороший опыт. И потом ты начала развиваться уже в этом направлении. Поняла, что это твоё. Да, мне очень понравился СММ. Я поняла, что я умею общаться с людьми. Я понимаю, как это делается. Умею делать классный контент. И СММ в целом влёг меня на несколько лет. Да, я развивалась в нём. А вот ты сказала, что ты потом использовала... Короче, горизонтально переходила по роли, чтобы не потерять интерес. Это что значит? Куда ты потом перескочила с СММ? Да. На самом деле, горизонтальные переходы стали для меня намного интереснее, потому что это открывает возможность не заниматься тем же, чем ты занимаешься вот сейчас, а попробовать какую-то смежную сферу, объединить её с той сферой, с которой ты раньше работал. И картинка, знаешь, она прям расширяется, вот как горизонт этого первосрения. Из СММ я ушла в контент-маркетинг. Это чуть более такая специализированная история, в большую серьёзную B2B-компанию. И там мы занимались всякими сложными штуками. Я пришла туда с такими, знаешь, горящими глазами, с бэкграундом человека, который делал съёмки для ювелирных брендов, который запускал там, помогал запускать в социальных сетях разные аккаунты собачьего лакомства. И вот я прихожу на это собеседование в B2B-компанию на должность контент-маркетолога, и у меня СМО спрашивает, чем ты хочешь заниматься? Я помню, что я там начала рассказывать, знаешь, про какой-то креатив, который надо внедрить в серьёзных B2B-компаниях, что им не хватает живости, человечности, что я сейчас там вообще и технологии искусственного интеллекта внедрю, и буду Инстаграм вести компанию этой B2B-шной. На меня СМО посмотрела, видимо, ей понравился мой запал, я не знаю. Инстаграм я им так и не завела, но опыт был определён такой очень другой. И вот такими горизонтальными переходами из контент-маркетинга я пришла в бренд-стратегию, в большой бренд-сплат. Это всякие зубные щётки, пасты и вообще очень классная российская компания. Там я помогала комплексно составлять план по тому, как продвигать разные продукты. Оттуда я пришла в классический такой перформанс. Это очень цифровая работа. Для меня это был большой вызов. И как человек, который математику с восьмого класса, по-моему, не воспринимал абсолютно, мне пришлось научиться работать в эксельках, считать циферки. И вот, в общем-то, каждый раз, когда ты перепрыгиваешь из области в область, это всё ещё маркетинг, ты всё ещё маркетолог, не потерял свою самоидентификацию, но ты каждый раз делаешь абсолютно новые задачки. Ты учишься, и ты постоянно чувствуешь, что есть ещё что поделать такого. А сейчас ты чем конкретно занимаешься? Сейчас я продуктовый маркетолог. Даже если правильно назвать кросс-маркетолог, это такая модная тема на стыке продукта и маркетинга. Я занимаюсь тем, что я привлекаю пользователей в наш продукт и думаю, как бы его поменять так, чтобы пользователям в нём захотелось оставаться как можно дольше. Могу на пальцах объяснить. Яндекс.Финтех занимается разными банковскими финтех-продуктами. У нас есть сплит, думаю, ты могла видеть его. У нас есть разные дебетовые продукты, карты пей, например. И вот я занимаюсь дебетовым продуктом. То есть мне хочется создавать удобный продукт для того, чтобы люди платили каждый день нашей картой, как они пользуются сейчас, как Тинькофф или Сбера. Вот такая у меня профессия сейчас. И ты, получается, изучаешь пользователей, потом передаёшь эти знания в маркетинг, чтобы можно было с ними общаться? Ну, гросс-маркетолог, он отличается от любых других маркетологов тем, что он смотрит на воронку в целом. То есть ты не сосредотачиваешься, например, только на охватных компаниях на верхе или только на низе воронки, где тебе надо максимально повысить средний чек или частоту пользователей возврата. Ты смотришь на всю воронку целиком, и ты думаешь, что бы мне такого поделать в первую очередь, чтобы сверху воронки дошло до низа воронки как можно больше людей. Ну, короче, ты оптимизируешь воронку. Я оптимизирую воронку. Поняла. Послушаем на такой вопрос. Я услышала, что тебе нравилось учиться, всё было хорошо, это была твоя мечта, но потом всё равно как будто бы, когда на третьем курсе ты пошла работать, сложно же совмещать учёбу и работу, не было ли у тебя каких-то мыслей бросить, уйти и так далее? Мне кажется, если бы не коронавирус, я бы вот так полноценно не смогла совмещать фуллтайм, работу с фуллтайм учёбой, потому что, ну, мне кажется, вся эта ковидная эпидемия, она дала нам возможность находиться в двух местах одновременно буквально. То есть я включала Zoom с ноутбука и там, например, сидела на парах и на телефоне или на домашнем компьютере писала по работе текстики. Вот так я и совмещала. Не знаю, как это делают люди, которые учатся очно и работают очно. Мне кажется, это очень сложно. Вижу, да, что у тебя есть опыт. Это правда очень сложно и кажется, что-то неизменно начинает проседать в таком случае. То есть ты либо на пары перестаёшь ходить, и это, давай скажем честно, вызывает проблемы и вопросы. Либо ты на работу забиваешь, и работодатель, ну, как бы тоже не очень ценит и любит, когда что-то там срывается из-за сессии или из-за пар. Мне так кажется. Хотя, возможно, кто-то нормально относится. Нужны ли вот в таких профессиях, давай скажем, условно маркетинговых, условно, не знаю, это как-то очень громко называть это профессией будущего, но объективно, люди сейчас сильно в это уходят, компании в этом развиваются и так далее. Ну, и сейчас очень много IT-продуктов, а любой IT-продукт задержит вокруг себя вот этот вот ореол из маркетинговых, около маркетинговых профессий, которые должны его развивать, про него рассказывать, чтобы пользователям пользовались. Вот так ли важно высшее образование в этом вопросе? Помогало ли тебе высшее образование в твоих работах? Ну, что ты вообще думаешь по этому поводу? Вот, например, ты оказался в ситуации, ты учишься, но учишься не там, где тебе нравится, начинаешь развиваться в работе. Что делать вообще? Слушай, какие хорошие вопросы? На самом деле, мне кажется, что довольно важно разделять образование, которое ты получаешь ради профессии, и высшее образование, которое ты получаешь, чтобы стать интересным человеком. Я вот так для себя это формулирую. Когда я пошла получать высшее образование, я пока не знала, кем я хочу работать, но я хотела бы быть интересным и умным человеком, который способен поддержать примерно любой разговор. И в моей голове гуманитарное, и в целом, наверное, любое высшее образование, оно дает тебе вот эти несколько лет невероятного потока информации, которые в тебя вгружают просто со всех сторон и мест, и это позволяет тебе очень сильно расширить твои горизонты вообще мысли. Потому что я безумно, наверное, уважаю людей, которые самообразованием занимаются. Это очень реально классный скилл, расти самому в какой-то там профессии или в какой-то области. Но мне легче всегда было воспринимать информацию, как сказать, принудительно, когда ты приходишь на лекцию и в тебя ее запихивают. Вот. И в моей голове высшее образование, оно, если не помогает тебе стать классным специалистом, то оно делает тебя интересным человеком. Почти всегда. При этом, конечно, есть вопросики, университеты разные, сильно разные. И вот в моей голове университет, который не делает тебя интересным человеком и не дает тебе интересную профессию, вот такие университеты скорее не нужны. А университет, который делает тебя интересным человеком, он нужен. Что касается высшего образования в специальностях будущего, я думала, что оно может иметь какую-то практическую пользу. Пошла в вышку на программу по направлению маркетинг, отучилась там полтора года, и за несколько месяцев до диплома настолько окончательно не разочаровалась, что просто не стала писать диплом и ушла. Потому что программа университетская, она не рассчитана на такое быстрое обновление. Это программа, которая зафиксирована на несколько лет вперед. А маркетинг, как и IT, как и любая область вокруг новых цифровых продуктов, она меняется каждый день, каждый месяц. У тебя появляется искусственный интеллект или там еще какие-нибудь новые программы и прочее. И тебе надо учиться с этим работать. А для того, чтобы внедрить блок про искусственный интеллект в университетскую программу, нужно пройти несколько кругов согласований и ада, и это займет много лет. Поэтому я думаю, что практическая ценность не очень высокая в профессиях будущего для высшего образования. Ну вот тебя вообще спрашивали диплом хоть раз? Вот в Яндекс ты устраивался или еще куда-то? Ну ты знаешь, да, ты когда устраиваешься, там уже где-то на последних этапах собеседования говорят, кстати, не забудь, пожалуйста, паспорт, диплом и все прочие формальности, потому что мы должны тебя оформить. На собеседовании я, честно говоря, ни разу не рассказывала про свой опыт обучения. Иногда кто-то спрашивает из разряда там, о, где ты учился? Но знаешь, скорее больше с позиции... Университет — это ведь очень про правильный выбор. То есть университет — это твое комьюнити, которое тебя окружает несколько лет. И если это какой-то левый университет, который там расположен, не знаю, формально, где-то очень-очень далеко, то это просто означает, что ты, ну, как будто бы не очень приоритизировал вот эту вот сферу для себя, когда ты выпускался из школы. А если ты поступил в сильный универ, если ты там получил какие-то классные знакомства, если ты постарался ради этого, то это, ну, классная галочка просто в твоем резюме. Знаешь, я очень люблю ярлыки, и, мне кажется, они помогают чуть-чуть понимать контекст человека. И вот такой вот ярлык классного университета лично мне с ним комфортно. Ну, я говорю, это как социальная ачивка. Да, социальная ачивка — это очень хорошее определение. Ну да. Но, видишь, сложно, когда ты в середине, и тебе надо либо получить эту социальную ачивку, либо все-таки признаться, что тебе она не нужна, и хочешь развиваться в другом. Очень, на самом деле, важно, ну, осознать, что несколько лет твоей жизни — это реально суперценная штука. И если ты уже сейчас находишься в том месте, где тебе некомфортно, и некомфорт не исчезает через несколько месяцев, а это прям становится все больше и больше проблемой, то, как мне кажется, тут надо, ну, любую социальную ачивку деприоритизировать, потому что твой личный комфорт, он всегда важнее. Факт, чтобы потом не умереть, когда закончишь университет. Расскажи, пожалуйста, немножко, как ты вообще попала в итоге в Яндекс, и есть ли какая-то разница, потому что, ну, вообще-то, это достаточно крутая компания, я бы сказала, очень хорошо, очень крутая компания, такой гигант на рынке айтишный, в России, по крайней мере, как я это чувствую. И как будто бы там должны быть какие-то особые волшебные войбы, условия. Ты заходишь в офис, а там единороги бегают, разбросанные в Афли, молочная река. К сожалению, единорогов нет. Но Яндекс действительно очень крутая компания. Это одна из, мне кажется, топовых айти-компаний, если мы говорим про продуктовую айтишку в России, то вот Яндекс, Тинькофф, Авито, Азон и, пожалуй, еще несколько компаний, это, наверное, лучшее место, где можно оказаться, если ты хочешь быстро расти и делать классные диджитал штуки. Я, мы поговорили про социальные айтишки, я тоже очень их люблю, и мне всегда очень хотелось, чтобы в моем резюме было написано, что я работала в Яндексе, чтобы я могла там где-нибудь скользко в разговоре сказать, вот когда я работала в Яндексе, поэтому, да, я не первый год хотела туда попасть, и там довольно много собеседований, как в любой большой серьезной айти-компании, и раньше, когда я подавалась, я проходила на какие-то этапы, но никогда не доходила до финала, никогда не видела вот этот вот заветный оффер на руках, и полгода назад я меняла работу, для этого я была в делимобиле, и мне хотелось, ну вот, я думала, если не сейчас в Яндекс, то уже больше в Яндекс мне не надо, потому что, ну, все уже, пора свой бизнес делать. И я прошлась по вот этой верхушке айти-компаний российских, там пособеседовалась, получила оффер из Тинька, сидела, думала над ним несколько недель, и в какой-то момент буквально вот прям перед самым выходом Тиньков написала своей знакомой из Яндекса и попросила провести для меня тестовое собеседование, чтобы вообще понимать, какой у меня уровень, нормальное ли предложение, которое я получила. И вот мы с ней пособеседовались, потом еще раз пособеседовались, и еще раз пособеседовались. Инна говорит, слушай, а может, ты лучше к нам выйдешь? И как-то так, на самом деле, довольно спонтанно получилось, что я отказалась в последний момент от оффера из Тиньков, приняла оффер в Яндекс, вышла, и вот сейчас уже почти полгода наблюдаю за компанией изнутри. Там классно, там очень сильная культура в хорошем плане, и вокруг тебя куча безумно замотивированных людей, которые очень любят то, что они делают. Наверное, ты не можешь находиться в Яндексе годами, если ты не веришь и не любишь то, во что ты вкладываешься. Нас действительно любят с точки зрения офисного пространства, у нас очень уютно, у нас везде на кухнях там лежит еда, можно поспать, можно сходить на массаж. Все это сделано, чтобы ты эффективно и классно работал, и это не нужно идеализировать. Созвоны все-таки есть. Созвоны все-таки есть, и есть свои сложности, но оверолл, наверное, это самая пока интересная среда, в которой я себя вижу для развития. Вот, так что да, пожалуй, это интересный опыт. И еще хочу поделиться таким маленьким интересным опытом. У Яндекса довольно много офисов в разных точках мира, и буквально там неделю назад я вернулась из Ломаты, приезжали туда по делам, и там есть офис Яндекса. И это такое нереально крутое чувство, когда в какой-то абсолютно другой стране ты приходишь в офис, там понятная тебе обстановка, привычная мебель, привычная еда, люди, и ты вхож вот в это какое-то комьюнити, глобальное комьюнити индексоидов, которые разбросаны по миру. Прикольно, я не знала, что в Яндексе есть еще в других странах офисы. Да, там в Сербии, в Турции, еще где-то. В общем, их прям много. Это круто. А можешь немножко поделиться про подкасты? Вот ты сказала, что делать свой бизнес. Как вообще возникла идея делать свой подкаст? Я услышала, что это еще было до первой работы. Как вообще? Да, мне на самом деле очень нравятся подкасты. Я сама их слушаю просто пачками. И еще мне очень нравится производить контент. Поэтому я нашла какой-то мэйдж в том, что ты просто сидишь и болтаешь в микрофон. И при этом это еще кому-то со стороны интересно. Это готовы слушать. Это, по-моему, отлично. Что касается бизнеса, я, наверное, не отношу подкаст к бизнесу, потому что в России, по крайней мере, это очень слабо монетизируемая сфера. Она довольно неплохо работает на верх воронки, на привлечения. Но вот именно как бизнес-бизнес я это не воспринимаю. У меня это хобби, способ как-то расширить свой личный бренд, поговорить с интересными людьми. А, собственно, свой проект... Ну, у меня всегда, наверное, была такая мечта что-то запустить свое, попробовать себя в роли SEO, CMO, CPO в одном лице, когда ты реально принимаешь все решения, которые только можно. И это определенно очень интересный опыт. Просто сейчас я не чувствую, что готова полноценно в него влиться. Поэтому я пока учусь. Учусь в компаниях. Мне в целом очень понравилось с тобой болтать. Вот. Я бы хотела тебя попросить, дать какой-нибудь совет ребятам. Давай разобьем его. Какой-нибудь совет ребятам, которые сейчас в 11 классе, сдают ЕГЭ и думают, куда поступать, думают вообще, с чем связывать свою жизнь. Это вот первая часть. Я думаю, что, во-первых, у этих ребят сейчас определенно очень классный этап. И я понимаю, что в моменте это может ощущаться как огромный загруз, как куча проблем, как безумное вообще желание поскорее это закончить. И это, наверное, сейчас будет немного странно звучать со стороны. Но поймите, что этот период, он очень ценный. И он очень классный. Вы потом будете вспоминать это реально с улыбкой, с теплом и с благодарностью самому себе. Поэтому в моменте выдохните, расслабьтесь и поймите, что ничего плохого не происходит. На самом деле вы стоите на пороге очень классного и важного периода. ЕГЭ действительно во многом определит дальнейшую судьбу. Но если что, его всегда можно пересдать. И потерять год — это абсолютно не критично. И это даже сложно назвать потерей года. Сейчас, наверное, оглядываясь назад, я смотрю на все свои мелкие факапы, которые в моменте кажутся просто катастрофой и крушением всего. И понимаю, блин, как классно, что вот это случилось и стало частью моей истории. Я хочу, чтобы вы чуть-чуть расслабились. Безусловно, продолжали стараться, но делали это без эмоционального напряжения. Потому что именно оно забирает большую силу. Ну слушай, здесь есть две истории. Одна история, если, например, как ты или как я в свое время. Типа, хочу вас в БГУ, хочу в МГУ, хочу вот на этот факультет, хочу вот сюда. Ну это были неправильные «хочу», но у тебя это были «искренне хочу». И это один вариант. Тогда можно стараться, можно взять ГПЕР и потом еще раз пересдать, перепоступить. А вот если ты не знаешь, кем ты хочешь быть, вот ты не понимаешь. Вот ты просто учился, что-то была школа, были какие-то там уроки, были друзья. И тут тебе надо взять и выбрать, чем ты будешь заниматься. Это сложно. Это правда сложно. И я думаю, что тут, наверное, самый очевидный совет может быть, ну подумайте, чем вы хотите заниматься и займитесь этим. Но так не работает. Если ты не придумал вот сейчас, куда ты хочешь идти, то вряд ли это случится за день или за неделю или за месяц. Тогда, наверное, неплохая стратегия — это попробовать попасть в какое-то место, которое сейчас тебе кажется наиболее хорошим, принять, что окей, это может быть неправильный выбор, я могу потом пожалеть. Но не ждать от себя, что вот прямо сейчас в моменте ты решишь, кем хочешь быть в свою дальнейшую жизнь. Так не бывает. Просто пойди в какое-нибудь хорошее, нормальное место. Потом определишься. А вот если ты уже... Вторая часть вопрос. Если ты уже поступил, ты уже учишься, и ты хочешь как-то начать где-то развиваться, вот куда идти, куда смотреть? Мы, кстати, не поговорили про возможности, которые даёт универ. Универ, вообще мне всегда казалось, что условные МГУ, СПГУ, какие-то такие крупные универы, они особенны тем, что там особенная среда. И тебе предоставляют возможности каких-то стажировок, ещё чего-то. Ну вот давай нейтрально возьмём. Ты не использовал эту возможность универа. Я тоже, на самом деле, не использовала. Зачем я там? Ну не суть. Вот если ты в каком-то обычном университете, не каком-то топовом, и там нет такой возможности, среды для роста, среды, что-то тебя там зовут, не знаю, в научный грант участвовать. Вот как тебе начать развиваться? Что-то куда-то идти, где-то что-то? Я думаю, что очень-очень сложно начать развиваться, находясь вне сильной среды. Мне кажется, что вот эта вот пресловутая сила воли, о которой ты сейчас говоришь, встать и на морально-волевых, найти самому себе гранты, выбить самому себе стажировку, это очень-очень сложно. И в моей голове каким-то самым логичным шагом, когда ты осознаёшь, что ты не в сильной среде, является не как бы мне там сделать х, а как бы мне попасть в сильную среду. То есть ты сейчас, человек сейчас находится там, где ему очевидно кажется, что мало возможностей. Ты не сможешь создать для себя возможности сам, своими руками, просто потому что ты не знаешь всех возможностей, которые есть. Да, ты можешь нагуглить какие-нибудь стажировки или что-то ещё, но находясь в сильной среде, тебе даже не придётся тратить время и ресурсы на то, чтобы искать эти возможности. Их будут тебе приносить. И мне кажется, что тут довольно неплохая стратегия попробовать понять, где ты можешь вот эту сильную среду получить. Звучит круто, это интересно. Я никогда об этом не думала просто в таком ключе. Я думала, надо разобраться и... А прикольно, что... Сейчас сам всё поменяю, я сейчас сам всё сделаю. Это можно, но очень сложно. Намного проще. Это как заниматься самообразованием. Можно в целом выучиться на кого угодно, на айтишника, там ещё, не знаю, больше профессии. Ну, в общем, можно выучиться самостоятельно. Точно, да. Сложнее ли это? Тоже точно, да. Я недавно прочитала одну классную книжку. Она называется «Сила воли не работает». Я её, правда, всем рекомендую. И эта мысль, она оттуда. Она про то, что ты на силе воли можешь дойти куда-то, но находясь в правильной и классной среде с людьми вокруг, которые очень-то мотивированы, ты дойдёшь ещё дальше, и это будет легче. Ну, вообще, «Сила воли» — это какое-то такое, как будто бы из прошлого понятия. Ну, лично для меня. Знаешь, что такое? Через преодоление, через боль, через сложности. Как будто не хочется так жить, не хочется в себе взращивать вот этот вот, как, не знаю, паттерн... Да-да-да, паттерн поведения. Я через боль. Ну, давайте как-нибудь по-другому научимся. Да, да, звучит отлично. В целом всё. Если есть какое-то финальное слово в целом для ребят, для, не знаю, для кого угодно. Для взрослых, может быть, для родителей. Это первый раз, когда я абсолютно не готовилась к такому вопросу. И, наверное, сейчас очень хочется не упускать такой возможности и просто сказать о том, что жизнь на самом деле суперклассная. Она даёт огромное количество возможностей. И в моменте, если тебе сложно, если ты выгораешь, если у тебя какие-то проблемы, это кажется очень серьёзным. Но потом, спустя время, плохая череда событий, она обязательно заканчивается. И в моменты, когда выходит солнышко, даже в Питере верю, что оно выходит, ты глядываешься назад и думаешь, блин, какой я молодец, как много я сделал и как я рад сейчас находиться вот в этом месте. Хочется, чтобы ребята не забывали об этом. А родителям пожелать поменьше давить на детей. У нас это очень модно, мне кажется. Знаешь, всё, что последнее скажу? Я просто подумала, что мы так много говорили сегодня про достижения универа, работы, тра-та-та. Как будто хочется немножко сказать, что жизнь тоже важна. Вот этот форк-лайф-баланс, условно. Что надо ещё с друзьями гулять, кушать и сериалы смотреть иногда. Обязательно надо отдыхать и надо отдыхать качественно. То есть, когда ты чувствуешь, что устаёшь, вот на морально-волевых добегать, прям не очень хорошая стратегия. Очень большой ресурс, он в отдыхе. Он в сериальчиках, во вкусной еде, в друзьях, в отношениях, в семье. На самом деле, для меня большое открытие последнего года, когда я вышла замуж, что семья — это невероятно сильный ресурс. Как родители, так и вторая половина. Вот мне кажется, что тут очень важно вот этот баланс соблюдать во всём. Всё, теперь всё, абсолютно сказали. Всем пока, ребята. Это был подкаст «Без сменки». У нас была потрясающая гость. Спасибо большое, что пришла. Спасибо, что пригласила. Слушайте везде, вот это подписывайтесь, ставьте лайки, всё туда-сюда. Всё, всем пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»